Слава Богу за всё! Несмотря на то, что пророк Божий вопиёт, беда мне, беда! Увы мне, злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски! Вопль сей означает, что действительно пришла беда. В беде мы спешим к Богу. Как немога, так до Бога. Мы ведь так воспитаны, и так живём. Так и народная наша пословица говорит, гром не грянет, мужик не перекрестится. Вы знаете, друзья мои благословенные, ведь благодать становится востребованной, когда мерзость запустения, это подлая жижа лжи, заливает и рот, и нос, лишая нас способности говорить правду, ибо её нет. Велика свято-русская земля, о правде нигде нет места. Святой апостол Павел очень важный закон постулирует. Закон же пришёл после. И таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало призабиловать благодать. Видите? Благодать приходит в минуты отчаяния. Когда зло блистательно пиршествует, тогда приходит суд и расплата за зло. И тогда гибнущие аристократы вопят о пощаде. Свет любви Божией особенно ярок во тьме. Так было в истории. И это отрадный факт. Очевидно, что общество погружено в топе разврата. Когда уже ничего, кроме кисельных пузырей, от поражённого грехом соловья не вырывается в атмосферу. И значит, ещё немного, ещё чуть-чуть, и к утопающему в золоте и нефти, гибнущему в разврате злобной лжи моему народу, прозвучит призыв ко спасению. Протянется рука Спасителя. Так написано. И будет. Всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся. Это свет. Вы в Господе, братья и сёстры. Это рука. Вы в Господе, братья и сёстры. Вы свет мира. Вы соль земли. Сегодня над вами смеются, вас презирают. Но завтра к вам прибегут ваши гонители с просьбами о заступнической молитве. Будьте готовы открыть сердца. Будьте готовы исцелять гибнущее. Будьте готовы спасать врагов ваших. Потому радуйтесь, искупленные. Радуйтесь, дети Божьи. Радуйтесь в гонениях. Радуйтесь, когда вас презирают и когда над вами смеются. Господь грядёт. Шаги его слышны. Близок великий день Господа. Близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня. Горького запьёт тогда и самый храбрый.